Всем привет, с вами канал Башизол, это Диас. Вы мне часто спрашиваете на трансляциях в комментариях, мол, что я думаю по поводу вот Люсид, или что я думаю по поводу вот этого электрокара, или почему вообще я выбрал Теслу, почему я вышел из китайских EV-каров. В этом видео предлагаю поговорить на эту тему, разберем, что сейчас у нас по Тесле, я расскажу про то, как вообще сформировалась моя цена, целевая цена на Теслу, куда я целюсь, как лично я ее оцениваю. После этого поговорим про то, в чем опасность Люсида, в чем опасность других таких же компаний, и почему Тесла далеко их впереди, потому что на первый взгляд-то оно и не очевидно. Присаживайся поудобнее, делай чаечек, погнали по электрокарам. И начнем с того, что Тесла вот буквально на днях, вот позавчера, то есть 2 октября, выпустила вот такой вот апдейт, в котором она рассказала нам, сейчас я приближу, о количестве их произведенных автомобилей. То есть ты здесь видишь, что они произвели 241 тысяча автомобилей, то есть доставили, а именно произвели с концерна 237-823, что очень круто, это 73-72, в общем в этом диапазоне процентный рост с прошлого года, то есть в этом же квартале прошлого года они произвели сильно меньше автомобилей. И это сразу дает нам возможность посчитать приблизительно, какая их цена будет к 2025 году, то есть через 5 лет приблизительно. Сейчас я покажу логику своих расчетов, в целом это некая общая модель, мы ее проходили, это DCF модель, если ты не знаешь, что это, посмотри предыдущее видео. Но здесь также мы поговорим о P на E, об этом показателе, которым тоже мы обсуждали. Но теперь, в общем, давай более подробно на практике. Я также открыл их отчет, это годовой отчет за 20-й год. Здесь есть все цифры, чтобы понимать нам соотношение, из чего устроится их прибыль, как она идет и так далее. В общем, вот, у нас есть автомобили, которые они производят. Сейчас они произвели за 2021 год приблизительно 950 тысяч автомобилей, ну, потому что за квартал 240, на 4 это будет где-то 960, минус небольшой вот этот вот дегэп, в общем, 950 тысяч для простоты. В 2022 году при таком же росте мы увидим 1 миллион 700 тысяч автомобилей, плюс у них скоро выходят фабрики, еще одна в Шанхае, Берлине, в Невале. В общем, там целый набор фабрик, которые строятся, и в скором времени эти гигафакторы будут работать. 23-й год, 24-й, 25-й, вот, и по итогам 25-го года мы ожидаем 4 миллиона 800 тысяч автомобилей в год. Напомню, Tesla это не только производитель электрокаров. У них есть много дополнительных источников дохода. Это компания, которая занимается еще и энергетикой. И, посмотрев их годовой отсчет, ты увидишь вот такие вот вещи. Энергетический генерейшн и сторож, то есть это альтернативная энергетика, это хранение, это вот эти вот пауэрволы, мегаватты. Сервис, это обслуживание автомобилей и работа с ними. Это когда тебе нужно поменять шины там, не знаю, сделать перепрошивку или еще что-то. Вот это все здесь. Плюс есть автомобильный лизинг. Это сдача, условно, в B2B, такая а-ля кредитование. Ну, я думаю, ты знаешь, что такое лизинг. Так вот, если мы возьмем эти же самые доходы и отнесем их в процентном соотношении, которое есть в отчете, приблизительно плюс-минус, и сделаем скидку, что в будущем что-то станет более эффективное, что-то уйдет в задний план, то мы увидим приблизительно такую картину. Количество автомобилей у нас будет 4 миллиона 800 тысяч в 2025 году. Доход с этой продажи. Приблизительно доход на автомобиль, который стоит 50-60 тысяч долларов, в котором в диапазоне продает Тесла, без учета Симитрака, когда он выйдет, тогда он тоже будет лучше сказываться на марже, потому что они обычно грузовики более маржинальные, чем потребительские автомобили. Предположим, что доход на автомобиль будет 40 тысяч. Значит, доход с продажи автомобилей составит 192 миллиарда... Вот здесь вот циферки. 123, 3, 3, 3, видишь, 192 миллиарда долларов. Доход с лизинкой сюда дополнительно еще 5 миллиардов. Энергетика в том же соотношении, в котором она есть в отчете, 15 миллиардов. И обслуживание доход с автомобилей в том же диапазоне 10% к отношению к автомобилям. Это еще 19,2 миллиарда. ФСД плюс приложение, которое потенциально за это время люди будут продавать. Напомню, Тесла продает Full Self-Driving Car. Это некий автомат, некое самоуправление автомобилем, только еще не роботакси. Это тебе еще нужно держать руки на руле время от времени. Просто некое облегчение работы стоит сейчас подписка 9999, ну, грубо говоря, 10 тысяч долларов. Если мы возьмем вот этот доход на 30%, плюс приложение сюда же подмешаем. Ну, вот, в общем, вот, вот, видишь, количество автомобилей умноженное на 0,3. И, то есть, это коэффициент, который будут использовать приложения, средняя маржа. То есть, не все явно подключат себе Full Self-Driving Car. Зачем? Но эти же люди будут пользоваться какими-то приложениями, которые будут в Тесла Store. В общем, этот учет я зашил, так сказать, в доходности с автомобилей. Вот она здесь, вот, доход на тачку на одну сумму, она здесь есть. Итого, суммарно доход с операционной деятельности в 2025 году при продаже 4 миллиона 800 тысяч, мы увидим 232 миллиарда долларов. Хух, надеюсь, понятно, потому что прям цифрами, конечно, можно запутаться. Теперь переходим к расходам. Расходная часть здесь сопоставимая точно так же. У нас в отчете все есть. Вот у нас есть отчеты, вот есть операционные расходы, продажи автомобилей, автомобильный лизинг, сервисы. Сколько, короче, компания тратит, чтобы продавать свои услуги. Это означает, что, вот, допустим, у нас есть доход с энергетики, который 15,366, и расходы ее, если мы их продисконтируем, будет 13,8. То есть, грубо говоря, всего лишь 10% денег попадет в копилку Тесли. Вот здесь эти расходы, здесь они все так сочтены. И по итогам 2025 года мы увидим общие расходы 205 миллиардов долларов. Опять же, это не точные данные, никто не знает, у меня нет шара. Я просто взял их текущий годовой отчет и прикинул его, как будет, если компания будет развиваться так, как она заявляет, а Тесла до сих пор увеличивала, то есть, до сих пор превосходила свои планированные показатели, она говорила, мы доставим там 230 тысяч автомобилей, доставляли 240 тысяч автомобилей, говорили, у нас будет там маржинальность 23%, оп, они подняли ее до 25% и так далее. То есть, Тесла пока переперформливает свои же планы. Но если мы возьмем консервативный подход, возьмем консервативные планы, то вот такие вот цифры мы увидим. Что даст нам доход до налогов 26 миллиардов долларов и после налогов 21 миллиард. Также здесь, смотри, налоги 22%. Если у нас поднимется ставки, к примеру, там, и Тесле нужно будет получать не 22%, а, к примеру, нужно будет платить 25%, то здесь мы можем поменять. И вот у нас сразу меняется частично дальше формула. Ну окей. 22% текущая налоговая ставка Теслы. С учетом дотации, которую государство дает им, за то, что они альтернативная энергетика, все хорошо, мы увидим, что доход на одну акцию составляет 19 долларов и цена текущей компании 775. Что дает нам при текущей цене будущей ПНЕ 25-го года 40. Но 40 не может быть, потому что компания 4 миллиона автомобилей, это еще не потолок. Напомню, Тойота производит 10 миллионов. То есть у компании есть еще запас роста, плюс Тесла, она самая маржинальная компания по производству автомобилей, плюс будут приложения, дополнительные сервисы, все то, что мы увидим. Это и страховки, и вот эта КАС, КАС, АГР, только в США формате выходы на другие рынки и дополнительные производственные мощности. Выходы там в Европу, выходы в СНГ, рано или поздно мы все равно увидим официалов здесь. Так вот, рационально, что в 25-м году будет пока еще ПНЕ компания роста где-то 100. И впоследствии, когда Тесла еще удвоится, ПНЕ будет как раз сокращаться, успокаиваться и дойдет где-то до, наверное, 15-20. Напомню, у Форда он 16, если посмотреть, да, вот Форд, у него ПНЕ 16, у Дженерал Мотос 6, у Тойоты 9, у тех 6. Но напомню, эти компании, они сейчас теряют свою долю рынка постоянно. Возвращаясь к Тесле, если мы возьмем вот эту же, вот эти цифровые показатели, возьмем вот этот вот будущий EPS и посчитаем его с будущей ценой, то прогнозируемая цена в 2025-м году при таких цифрах составляет 1900 долларов за акцию, что дает нам от текущей стоимости 20 годовых в долларах. Ну, компаунд интереса, то есть все время наращивание, потому что здесь не X2, а чуть больше. Если мы заложим увеличение ставок ФРС сюда, напомню, здесь это достаточно легко сделать, то будущая цена будет 1827. Даже если они поднимут ставки не на 0,25, а там, примерно, я здесь зачел 3%, но давай, допустим, они поднимут еще сильнее, там, не на 3% все вместе со временем, а там, на 5%. Все равно акция, как видишь, далеко впереди, короче говоря, довольно прибыльная штука, все еще. Вот такой вот апдейт по Тесле, с учетом их новых доставок, вот такая вот цена, вот поэтому я люблю эту компанию и перешел из нее из китайцев полностью. Теперь возникает вопрос, а что с Люсидом не так? Почему ты не хочешь Диас инвестировать в Люсид? Казалось бы, компания скоро произведет первые автомобили, вот они скоро выходят, там, у них выходит Люсид Эйр, Люсид Эйр Дрим, это, там, 168 тысяч, 80 тысяч долларов, это премиальные седаны. Теоретически у них будет больше доходность, но не факт, сейчас объясню, почему. Почему я против этого? Давай вспомним, как электрокары зарабатывают деньги, вообще, как производители автомобилей зарабатывают деньги. Сначала у них очень много убытков, когда они производят первые, там, не знаю, 5 тысяч автомобилей, 10 тысяч автомобилей, 50 тысяч автомобилей, компания очень далеко до нуля, потому что ей нужно произвести как можно большее количество тачек, и только когда она производит какое-то минимальное количество, там, не знаю, миллион автомобилей, да, вот Тесла, она где-то здесь, она выходит в прибыль, в ноль, она начинает вот где-то возле нуля торговаться. После того, как она наращивает свои мощности, фабрики, поставщики, снижение цен, она начинает работать в плюс и уже значительно в большой плюс. И, к примеру, вот здесь у нас есть компании по типу Тойоты, там, Форда, вот все эти Вольцвагены, все, что здесь есть, все находится уже вот на этом этапе. Тесла, она где-то вот здесь вот, давай отметим ее красным, Тесла. То есть Тесла уже рядом, ей осталось буквально чуть-чуть докрутить, и все, и она уже зарабатывает деньги всем инвесторам, рано или поздно начнет платить дивиденды, как это делает там, там, Apple, пусть небольшие, но какие-то будет платить. И будет развиваться дальше уже за счет своих денег, без привлеченного капитала, покрывать все долги, оплачивать все расходы. В общем, все у нее будет хорошо. Что касается Люсида. Люсид находится вот в данный момент где-то вот здесь вот, потому что они еще не произвели ни одного автомобиля. Вот этот вот все. Весь риск, он еще не реализован. И если в начале у нас не было альтернатив, была только Тесла, и все, по сути, то сейчас у нас уже есть, помимо Люсида, у нас есть много компаний, которые далеко впереди. К примеру, Нио, оно где-то вот здесь вот будет, Ли Авто, где-то, ну, наверное, чуть ниже, Икспенг там же самое, то есть где-то в этом диапазоне. Это китайские производители электрокаров. Проблема Люсидов в том, что, чтобы ей масштабироваться, ей нужно брать где-то батареи. Где их брать, я не представляю, я не представляю. Тесла, понимая все происходящее, она, у нее все свое, она производит сама свои батареи, она со всем все договаривается. И вот этот вот шаг ей сделать, ну, это довольно легко, она просто там ближайшие пару лет перейдет в него. Теперь, насколько Люсид отстает вот от Тесла, вот насколько большое вот это расстояние. Вот буквально Люсид нам объявляет, что они запускают свой дрим, казалось бы, великолепно. Однако, если мы посмотрим на производственные мощности всей компании Люсид, какая она бы не была известна, распиаренная, в данный момент они строят фабрику, на данный момент вот мы видим, что они, она новая фабрика, она еще не полностью запущена, но ее максимальной капасити 5000 автомобилей. Это ничего, это очень мало, это прям капелюшечка в море. И только к концу 2022 года, вот за 2022 год, они хотят поднять свои мощности до 20 тысяч автомобилей в год. Это очень мало. Для сравнения, чтобы тебе было понятно, это показатели Теслы в 2013 году, в 2014, в 2015, в 2016 годах. То есть вот в этом диапазоне на 6 лет Люсид отстает от Теслы. При том, что они не делают, то есть Люсид, в данный момент только седаны. То есть это премиальные седаны великолепного качества, они должны быть мега сексуальны, мега интересны. Это Air, Air Dream, премиальные 168 кусков. Вау, круто. Однако это седаны. Весь мир, весь автомобильный мир уже долгое время переходил на SUV-шки, то есть по нашему паркетники, всякие кроссоверы. И это наиболее предпочтительный автомобиль в данный момент времени. Ну а Тесла продает в том числе SUV-шки, и вот мы видим, что это основная масса их дохода, это в том числе и эти же автомобили. То есть это как раз и есть наши старые добрые паркетники. Если ты уверен, что Люсид дойдет туда, что она начнет поставлять много автомобилей, что их седан будет мега востребован, а люди будут готовы платить там 150 тысяч долларов за автомобиль, там 80, от 80 тысяч до 150, 170, то, разумеется, можешь входить вот на этой точке, здесь очень много, большая премия за риск. То есть вот этот вот диапазон, вот этот вот отсюда досюда, это так называемая премия за риск. То есть ты берешь на себя риск и говоришь, я в эту компанию верю, к черту все фундаментальные основы, я верю, что ее продукт великолепен, я верю, что вот ее будут покупать. Тогда да, я просто не уверен. Есть очень много примеров. Вот тебе одно из таких, это видео с Блумберга, сейчас я тебе его покажу. Речь идет о зомби-компаниях, которые находятся в Китае. То есть был такой вот прецедент. Китай заявил, мы переходим на электрокары, мы начинаем развивать это все. У нас вот тут вот прям мега-взрыв, мега-бомба. Вот компания одна из таких, Бордрин, тоже была мега-сексуальна, как Люсит. Они сделали фабрику, начали производить автомобили. И в данный момент все закрыто. Нельзя ничего купить, нельзя ничего продать. Фабрики стоят пустые. И это не единственная компания. Таких очень много. Более того, автомобили китайские по типу NIO, Xpeng, Li, они очень зависимы от капитала. Они в данный момент времени, они все еще вот далеко от нужных результатов. И не факт, что они придут тоже. Не факт, вот далеко не факт. Пока кроме Tesla никто настолько сильно не приблизился. И более того, если мы посмотрим на автомобильную отрасль, на электрокары отрасль, то все, кто сейчас делают, все делают автомобильные батарейки. Это не есть электрокары, это не есть то, что делает Tesla. Full self-driving, роботакси, Tesla Store. Это все те фичи, все те штуки, в которых Tesla прям превозносит конкурентов. Она впереди всей планеты. Если мы посмотрим прогнозы, когда Люсит планирует догнать текущий, прошлогодний уровень 2020 года автомобили, то только в 2030 году Tesla. А представляешь, насколько Tesla займет уже все основные рынки к тому моменту? Это будет Китай, это будет США, и уже начнут выходить куда-нибудь в Европу и в СНГ. Люсит далеко позади. Их седан, он визуально, конечно, красивый, но технологически вот тут. Они просто остались в прошлом поколении. Они сделали лучший продукт, но в прошлом поколении. То есть, почему ты сейчас не покупаешь лучший телевизор, невероятно крутой, но с кинескопом, к примеру. Или черно-белый, или радио. Потому что это уже старая, это устаревшая технология. И мы очень быстро прошли от момента дизельный автомобиль, автомобиль на батарейке и самоуправляемый автомобиль. Потому что то, что представила Tesla, по сути, это уже самоуправляемый автомобиль. Им нужно еще лет 5-6. Да, им понадобится, чтобы полностью автопилот сделать, но они уже настолько близки. Вот такое вот мнение мое об электрокарах. Поэтому я не инвестирую в Люсит. Я не инвестирую в компании, которая является номер 5-6 и так далее. Я считаю, что Tesla уже выиграла эту гонку. Еще, может быть, не все это поняли, но Tesla уже выиграла эту гонку. Она далеко впереди. У нее самая большая сеть зарядок. У нее самая большая сеть производства батареи. Это основная проблема во всех крупных компаниях. То есть, даже та же Toyota в данный момент инвестирует десятки миллиардов долларов, чтобы разработать свои батареи. Потому что они далеко позади у той же Tesla. Даже если не будут покупать батареи у Tesla, все равно часть денег от производства всех электрокаров заработает именно Tesla. И, разумеется, это огромная доходность для всех инвесторов. Стоит ли инвестировать в Люсит? Решай сам. Здесь нет инвестиционных советов, нет рекомендаций. Как по мне, компания слишком захайплена, слишком переоценена. И ее реальные возможности далеко от того, что сейчас есть у Tesla. Более того, если компания возьмет и выстрелит каким-то чудом, не факт, что она все равно дойдет до конца. У них капитал вполне могут закончиться до того момента, когда они выйдут в плюс. Потому что их планы доходности – это только 2030 год. За это время, если поднимутся ставки, если Tesla начнет их сильно щемить, если выйдет еще парочку сильных конкурентов, у них будет такой очень-очень нишевой рынок, очень некрупный, очень небольшое количество фанатов, которые не принесут таких же денег, как масс-маркет, как Tesla, как другие китайские электрокары. В этом смысле мне гораздо больше нравится Nioh, нежели Lucid. Она чуть менее рискованная. Конечно, тут есть свои риски, связанные с Китаем. Тут это нужно понимать. Но Nioh сильно более впереди, чем тот же Lucid. И при этом она использует ту же самую бизнес-модель, когда она собирает из разных частей разных поставщиков свой электрокар. С тобой был канал Больше Золота, Диас. Обязательно пиши в комментариях, было ли тебе полезно такое видео, согласен ли ты с моим видением, либо не согласен, либо ты считаешь, что к черту CCIV, вернее, Lucid, LCID в данный момент времени. И все, я захожу, егей, Lucid обязательно дойдет. Либо ты, как и я, фанат Tesla, фанат их продукта, и ты веришь, что именно Tesla придет к финишу первой. Ставь лайк, подписывайся на канал, и обязательно увидимся в комментариях. И напоследок, когда формишь золото в шахте, тебе до шахты тоже нужно будет добираться. Если ты ляжешь, раскинешь ноги, и автомобиль сам тебя привезет, ты приедешь с гораздо большим количеством сил, энергии и счастья. Увидимся. Пока.